Всем привет, дорогие друзья, с вами на связи канал Изискальпинг и сегодня я расскажу новые фантастические новости по поводу сейла NFT Yeats на кукоине 15 апреля. Будет много интересных новостей и данный сейл наконец-то будет честным без всяких ботов, в отличие от первого, но об этом чуть-чуть попозже. Поехали! И для начала вернемся на вчерашний сейл, где произошел полнейший трэш, как по мне. И больше всего всех ввел в ступор, это бесящий пароль фонда, который половина не знала, а половина просто не ожидала его увидеть при покупке, так как он водится один раз за торговую сессию. И я специально его вел заранее в надежде не увидеть его при покупке боксов, но он все равно вылез. И тут вы можете посмотреть, как я начал тупить, но по итогу кнопка зеленым так и не загорелась. Скорее всего, к этому времени все боксы уже были распроданы. Начал что-то вводить, честно сказать, руки очень сильно тряслись, и я сам растерялся, ведь я надеялся увидеть нечто похожее, как на байбите, как и мы все. Но Кукоэн нас удивил. Так что насчет пароля фонда, скажете вы? И я, честно говоря, не знаю, как его отключить. И скорее всего, мы не сможем его отключить, поэтому просто заходим в наш профиль, нажав на цифры вверху, и вводим самый простой пароль фонда. У меня это будет, к примеру, 6 единиц. С этим разобрались. Следующее. Депозит на 30 долларов уже нас не особо интересует, так как он был в первом сейле. И в нашем случае цена будет 60 долларов. Эту цену мы запоминаем. Будем же опираться от этих цифр. Деньги нужно держать не на основном аккаунте, а на торговом. Много кто этого не знал, и я сам не знал подробную информацию. И сам находил информацию, мол, держите на основном или на любом аккаунте. Это не принципиально. Но, как оказалось, средства нужно было держать на торговом аккаунте. Запоминаем. Это важно. Но я решил перестраховаться, и я держал 30 долларов на основном аккаунте и 30 долларов на торговом аккаунте. Следующее. Разработчики убрали white list, так как они не ожидали, что боты смогут на приглашать много друзей. И все в недоумении, что произошло. И я просмотрел адреса покупок и их время транзакции. Я, конечно, могу ошибаться, но те, кто участвовал в первом сейле и вообще регистрировался на white list, вспомнят данный пункт. Возможно, вы видели странную надпись при приглашении друзей, мол, пригласите 5000 друзей. А значит, это следующее. Как по мне, при приглашении более 5000 друзей вы получали внеочередную покупку данных яиц еще до начала сейла. Я, конечно же, могу ошибаться, ведь это всего лишь мои догадки. И их могли разобрать обычные боты. Но я до сих пор не могу понять, зачем вообще нужен был данный white list? Только если пополнить комьюнити. И как мы можем посмотреть, сейчас разработчики и вовсе отказались от white list на второй сейл. И на второй сейл вам уже ничего не нужно заполнять. И теперь самое интересное. Это официальное заявление от разработчиков Pcaster. Кстати, скоро будет распродажа других боксов только уже на Binance. А подробная инструкция по регистрации будет у меня в телеграм-канале в закрепленном сообщении. Подпишись и будь всегда в курсе. Итак, ответы сторонникам Pcaster. Мы очень сожалеем о том, что произошло сегодня. Мы получили много вопросов и отзывов от нашего сообщества. Вот наши ответы сторонникам Pcaster о том, что произошло. Вопрос номер один. Что происходит с белым списком? Ответ. Из-за небрежности командной работы мы не подготовили антибот проверку заранее. Поэтому изначально планировали предотвратить эту проблему, попросив соискателей выполнить действия Glim. Мы думали, что бот не сможет успешно пригласить друга. Но это не сработало. И это относится именно к тому, что я и говорил. Вот эти 5000 приглашений и ты попадаешь в сейл вне очереди. Чтобы лучше справляться с ботами, вторым раундом предварительной продажи 15 числа и недавно добавленной предварительной продажей 1000 NFT, мы будем пользоваться методом проверки Google. И все это будет в порядке живой очереди. Нет никаких белых списков для второго раунда. И как вы поняли, и будет еще одна внеплановая, так сказать, компенсационная распродажа в виде 1000 NFT, а не яиц. Не путаем. Вопрос номер два. Почему вы собирали KuCoin Weed в Glim задачах? И ответ. Как мы уже говорили в предыдущем ответе на вопрос, во втором раунде будет сюрприз. Сюрпризом стала таблица лидеров по задаче с блеском. Мы планировали раздать огромные бонусы 100 лучшим пользователям в таблице лидеров Glim. Таким образом, собранный Weed KuCoin, то есть ваш идентификационный номер, предназначался для распределения бонуса на ваш счет. Вот исходный план. И тут мы видим призы. И как вы поняли, white list ни на что не влиял. Он был неким сюрпризом. И при приглашении наибольшего количества друзей вы могли забрать данные призы. Но из-за накрутки по приглашениям. Не знаю, будет ли такой бонус теперь или нет. Вопрос номер три. Почему нет записей о чеканке? Ответ. Как мы уже сообщили заранее, наша официальная торговая площадка будет открыта 15 апреля. До этого вы не можете выпускать свои NFT. Чтобы было понятнее, продажа яиц не осуществляется. И я проверял это на их маркетплейсе, который еще не запущен. Сейл будет на сайте данной игры в разделе маркетплейс, который заработает после второго сейла. Так мы и увидим реальные цены. И еще одна интересная вещь. И это возможность не покупки NFT, а его аренда на их маркетплейсе. Очень крутая идея. Но я нашел еще кое-что интересное. Когда зашел на OpenSea и вуаля, вот наши яйца. По 60 долларов выставлены. Также в мае планируется IDO токенов данного проекта на Magita. Также советую поучаствовать. А если хотите вложиться в метавселенную, которая даст вам в ближайшие годы более 100 иксов, то смотри данное видео. Подпишись!